Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы приоткроем неизвестные страницы истории, а точнее я вам расскажу о первом боестолкновении советского танка Т-72 и его оппонента, американского танка М1 Абрамс. Во время этой встречи советский Т-72 расщелкал американские машины как орехи. Советую вам внимательно досмотреть видео до конца, а в финале я вам раскрою одну небольшую тайну. Итак, начинаем! О встрече советских танков Т-72 с американскими танками Абрамс и о последствиях этой встречи рассказал один из советских военных советников, присутствующий во время тех событий. Произошла эта встреча в 1982 году в Южном Ливане незадолго до того, как Израиль провел операцию «Мир Галилеи». В сирийские войска поступила новая партия танков Т-72 и происходил обычный обкаточный марш. Колонна, двигаясь по дороге, огибала большой холм и когда первый танк, в котором находился советник, начал выходить из-за холма, то совершенно неожиданно он обнаружил на удалении примерно 800 метров три неизвестных танка, которые не были похожи на израильские. Эти танки также двигались в колонии и, обнаружив сирийские машины, быстро начали перестраиваться в атакующую линию. Первым открыли огонь неизвестные машины. Попадание в башню получил третий наш танк, который только что выехал из-за холма. Снаряд броню не пробил, однако из-за сильного динамического удара машина заглохла. Экипаж при этом получил контузию средней степени. Второй танк противника, произведя выстрел почти одновременно с первым, поразил Т-72 идущим в колонии среднем в кормовое отделение, выведя из строя двигатель. Видя столь агрессивное поведение незнакомцев, наш военный советник, будучи командиром танка, отдал приказ открыть огонь по крайнему правому танку и после его поражения по среднему. Здесь советник отметил высокую выучку сирийского наводчика, который не допустил ни одного промедления во время прицеливания и ведения огня. Произведя с интервалом примерно 7 секунд два выстрела, добились два попадания, причем оба в башне. Оставшийся целым третий танк, отойдя за два подбитых, постарался эвакуировать раненых и убитых. Однако сделать полностью этого он не смог, так как Т-72 открыл огонь из спаренного пулемета. Забрав раненых, неизвестный танк быстро ретировался. Подъехав к подбитым машинам и убедившись, что опасности нет, экипаж, выбравшись наружу, осмотрел подбитые танки. Сомнения, что это были не израильские танки, подтвердились, так как они не были похожи ни на Центурион, ни на М-60, ни тем более на только что появившийся танк «Меркова». Его фотографии советник видел и поэтому спутать не мог. Идентифицировать двух погибших танкистов по форме не удалось, она не была похожа на израильскую и на ней не было знаков различия. Хотели взять один танк на буксир, однако, подсчитав остатки топлива, ведь надо было буксировать и свой танк, решили добраться до части и доложить начальству о местоположении вражеских машин, после чего принять меры к эвакуации. Контуженный экипаж, придя в себя, смог завести танк и колонна выдвинулась в обратный путь. Однако, запланированный временный маршрут по техническим причинам увеличилось в строе, и танки прибыли на базу только ночью. Доложили о случившемся, и решено было сразу же утром выслать разведку. Однако, сомнений в том, что что-нибудь останется, было много, которые на следующее утро и подтвердились. В том квадрате, где произошел бой, подбитых танков не было, однако было много следов от колесных машин, видимо тягачей, которые и эвакуировали танки. Впоследствии, при сравнении фотографий по познаванию танков, с которыми произошло столкновение, в нем был опознан, на удивление многих, американский танк М1 «Абрамс». Видимо, «Абрамс» проходил испытания в Израиле с целью ознакомления израильских специалистов с танком, но для чего нужно было начинать бой, если танк секретный, никто так и не понял. Некоторые предполагали, что имея более скоростной танк, и, как полагали экипажи «Абрамсов», более надежное бронирование, они хотели навязать бой на выгодных для них дистанциях и по возможности взять трофей, ведь Т-72 ни у американцев, ни у израильтян на тот момент не было. Впоследствии танки Т-72 приняли участие в боевых действиях в том же 1982 году в Ливане, в долине Бекаа, отражая агрессию Израиля. Танк продемонстрировал высокие технические и боевые характеристики, вследствие чего военные из Сирии дали танку высокую оценку и назвали его лучшим танком мира на тот период. Вот и вся история. А сейчас, друзья, я вам раскрою небольшую тайну. Попытка проверить эту историю на достоверность закончилась с нулевым результатом. Никаких документальных подтверждений или иных свидетельств найти не удалось. Не удалось найти ни одной фотографии. Также не удалось выяснить фамилию неизвестного советского военного советника. Мы залезли в танк, посмотрели, а там еще снаряд в этом стволе и пулеметы заряженные. Поэтому с огромной долей вероятности вся эта история является не более чем вымысел. Так что весь этот рассказ, с учетом его низкой достоверности, является обычным троллингом моих друзей-русофобов, у которых от одного упоминания о Советском Союзе, России, о русских в позитивном ключе, начинается настоящая истерия и ненависть. Они начинают писать о том, что русские ни к чему не приучены, ни на что не способны, о том, что автомат Калашникова — это штурм ГВР, а Восток-1 — это немецкий Фау-2, к которому приделали кабинку для космонавта. И вообще, русские не способны на созидание, они способны только на то, чтобы пить декалитрами водку с боярышником и занюхивать все это рукавом ватника. В общем-то, как-то так. Надеюсь, друзья, что вы меня поняли. А у меня на сегодня все. Следующее видео я намерен посвятить единственной, известной на сегодняшний день, совместной боевой операции российских и американских спецназовцев. Все будет честно, без подвоха. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Оцените его, ставьте лайк или дизлайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Будьте еще много интересного. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!